Hi guys! Сегодня расскажу вам, как бензин в США дешевеет каждый день и почему совсем скоро он будет Америке вовсе не нужен. Погнали! Новость этого месяца в некоторых штатах, в том числе в Кентукки, цена за галлон бензина в Америке составила меньше одного доллара. То есть галлон это 3,7 литра на минуточку. И я вот сегодня тоже приехала на заправочку вам показать, что творится с ценами в Лос-Анджелесе. 87-й бензин самый обычный 2,89, 89-й 3 доллара и 91-й бензина вот на этой заправке сейчас нету, поэтому вам цену сказать не смогу, но я выберу 87-й, прямо сейчас буду заправлять машину и рассказывать обо всех тонкостях. Цены на бензин в США значительно отличаются в зависимости от штата, то есть здесь разрыв намного больше, чем в России. Вот, например, в Калифорнии топливо 87-й стоит 2,89 за галлон, в штате Висконсин тоже топливо будет стоить 1,20 за галлон, а во Флориде 1,77. Самое дорогое топливо будет на Гавайях, ну понимаете, да, почему его туда еще нужно доставлять, а Калифорния на втором месте. Именно поэтому очень многие подписчики меня спрашивают, ой, ничего себе у вас в Америке, бензин-то какой дорогой 2,89 за галлон. Ребята, это не во всей Америке, это только так в Калифорнии. Как видите, на заправках, на американских нет заправщиков, все нужно делать самим. Бензин можно оплатить как на кассе там, так и в специальном автомате с помощью банковской карты, что я сейчас и сделаю. Итак, меня интересует 87-й бензин. В бак моей машины помещается 14 галлонов топлива. Очень многие меня спрашивают, 87-й бензин в Америке, это какой у нас, 92-й что ли? Почему такие цифры разные? Дело в том, что в Америке есть свой показатель, он называется IKI. Они рассчитывают его как среднеарифметическое по моторному методу и по исследовательскому методу, ну то есть американцы решили заморочиться. Поэтому они складывают две цифры и в итоге получают свое собственное число. Если говорить грубо, то пятерочку нужно прибавлять, то есть 87-й это получается российский 92-й. Итак, сегодня я заправила на 15 долларов 75 центов, но у меня бак был полон больше, чем наполовину. А прямо сейчас, друзья, мы с вами поедем на электрозаправку, посмотрим, сколько будет заправить машину полностью электричеством и сравним, на чем гонять выгоднее, все-таки на электромашине, либо на бензиновой. Есть, конечно, в центре Лос-Анджелеса заправки, которые устанавливают просто офигеть какие цены. Смотрите, 3,45 за 87-й. Я не знаю, почему они решили, что люди будут покупать бензин за такие деньги, потому что буквально через два светофора будет заправка, где бензин стоит 2,89. Давайте я расскажу вам, как ежедневно снижается цена на топливо. Вот есть такой ресурс, который называется в Америке Gas Prizes, там как раз можно посмотреть динамику цен. Берем, к примеру, штат Вирджиния. Значит, бензин там 87-й стоит 1,68 сейчас за галлон, сегодня. Вчера он стоил 1,69 за галлон. Неделю назад 1,72 доллара, месяц назад 1,87 доллара и год назад 2,64 доллара за галлон 87-го бензина. То есть, понимаете, да, какая динамика? Друзья, кто-то мне в комментах написал, что в Америке нет никакой нефти, кроме сланцевой. Серьезно, да? Вот я приехала вам показать. Пожалуйста, Америка занимает третье место по добыче нефти. И вот сейчас, в данный момент, она тоже ведется. Это Калифорния, Лос-Анджелес. Здесь, на самом деле, очень такой нефтедобывающий штат. Хотя цены на бензин, как вы уже могли понять, прям ого-го. Вот на той стороне, видите, одна вышка работает, вторая нет. Здесь то же самое, вот тоже вышка не работает. Видите, да, вот это тоже две вышки. Здесь сейчас добыча не идет, но это только последнее время. Как я поняла, все-таки запасы нефти у страны огромные. Поэтому нету возможности хранить вот эту экстра нефть. Цены на топливо в США сейчас снижаются не только из-за рекордного падения стоимости барреля нефти, но и из-за коронавирусной пандемии. То есть люди перешли на удаленную работу, перестали возить на машинах там школы, где-то идут сокращения, отменяются массовые мероприятия. То есть попросту американцы стали меньше ездить на своих машинах, меньше потреблять топливо. И это еще один рыночный фактор для того, чтобы цена на бензин снижалась. Итак, друзья, до электрической заправки нам осталось с вами ехать 7 минут. И мы с вами выясним, чем выгоднее заправлять машину, подешевевшим бензином или электричеством. И почему в России не дешевеет бензин, несмотря на рухнувшие цены на нефть. А теперь отвечу, пожалуй, на самый главный вопрос. Почему в США сейчас бензин дешевеет, а в России нет? Что здесь какие-то люди, которые за копейки отдают? Либо они добрые, что ли, а там злые. На самом деле, ребята, нет. Просто здесь действуют абсолютно разные правила. Рыночная стоимость моторного топлива, то есть бензина, формируется рыночным путем. В том числе и в США. В России же государство применяет специальный сдерживающий механизм, который называется демпфер. То есть, когда государство перечисляет нефтепрерабатывающим заводам разницу между ценой, по которой продали вам бензин, и экспортной ценой. И вот эта вот разница, она на самом деле достаточно велика. Как я почитала, представители нефтепрерабатывающей отрасли говорят, что цена самой нефти в стоимости бензина составляет около 10%, чуть-чуть больше. И таким образом, они говорят, что общемировое падение цен на нефть очень мало или никак не может сказаться на стоимости бензина в России. Сейчас я думаю, что многие могут сказать, что бензиновые автомобили, это в принципе автомобили прошлого. А машины, работающие на электричестве, это технология будущего. И автомобили, которые в будущем, скорее всего, займут такую большую долю. А я тут копнула историю, оказалось, куда более интересно. В 19 веке, когда разрабатывали как раз-таки первые двигатели внутреннего сгорания, параллельно с ними тестировали электрические двигатели. Вы представляете себе, нет? То есть, уже тогда была эта технология. Только электрические машины развивали скорость в районе 17 км в час. Их нельзя было сильно нагрузить. А как только доработали двигатель внутреннего сгорания, то, естественно, такая машина могла ехать, вести грузы. И дальность хода была просто огромной. Именно поэтому технологию электрических автомобилей полностью забросили, сказали, ну ладно, до лучших времен. Тезла, конечно же, очень популярный автомобиль не только в Калифорнии, но и сейчас во всем мире. Вот это, например, называется Model 3, одна из самых бюджетных вариантов. Вот давайте вот прямо сейчас зайду на их сайт, посмотрю. Видите, если тут выбрать стендер, то есть самую стандартненькую, то 33 тысячи долларов. А самая такая заряженная, как раз-таки, которая за 3.2 секунды до 60 миль, уже стоит 50 690 долларов. И теперь, друзья, главный вопрос, стоит ли оно того, тратить вот такую сумму денег на совершенно, так сказать, обычный автомобиль. Да, внутри я вам скажу, моя Хонда выглядит намного лучше, чем вот эта вот простенькая, но супер дорогая Тесла. На чем владельцы экономят и сколько будет стоить одна зарядка электроавтомобиля, мы узнаем с вами прямо сейчас. Американские шоссе, видите, они такие широкие, всегда многополосные. И очень часто даже слева либо платная полоса, либо карпул. То есть, когда в машине несколько человек, ты можешь специально туда съехать. А если едешь один, то не можешь туда съезжать. Итак, друзья, мы с вами приехали. Вот за мной находятся электрические заправочки. Видите, станция называется Charging Station. И здесь раз, два, три машины уже стоят на зарядке. Сейчас мы поближе подойдем, все рассмотрим. Свою тачку я ставлю здесь, потому что машины на бензине стоят на обычной парковке. А мы этим с вами смотреть вот те. Я нашла интересную статистику, что в некоторых европейских странах ожидается полный переход на электромашины. Например, в Великобритании к 2050 году, во Франции к 2040, в Германии и даже в Индии не будет бензиновых машин к 2030 году. Вы себе представляете, да? Более того, в Норвегии уже четверть машин электрические. Вы себе представляете этот объем? И в 25-м году они говорят о том, что у них не будет бензиновых машин. На минуточку Норвегия – это 13-я страна в рейтинге по добыче нефти. То есть не сказать, что они перешли на электричество чисто потому, что у них нет нефти. Нет, это просто добровольный выбор к пользу экологии и будущего. Итак, здесь стоит Fiat 500, да, это электрический автомобиль. Видите, да, просто бак открывается, в него вставляется зарядочка. Вот смотрите, сама зарядная станция выглядит вот таким вот образом. Написано, что сейчас машина находится на зарядке. Еще непонятно, сколько он денег отдаст за эту зарядку. Но как только она закончится, на табло высветится цена, и можно будет расплатиться картой. Здесь же висит знак о том, что лимит на зарядку 4 часа. Все, дальше будет добрый, освободи дорогу следующему. Ну, например, та же Тесла, у них есть суперзарядки. Там машины заряжаются за очень короткое время, и не нужно ее ставить там на всю ночь, либо там на 4-5 часов. А на соседней зарядочке, видите, стоит Chevrolet Bolt, он называется. Вот он еще тоже в процессе зарядки. У него люк находится около двери водителя, видите, да, вот таким вот образом. Красивые, хорошие эти электроавтомобили, но дорогие. Действительно, сейчас электроавтомобили все еще стоят гораздо дороже автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. То есть я вот, например, зашла посмотреть Nissan, Nissan Sentra стоит здесь 19 тысяч долларов. А Nissan Leaf стоит 31 тысячу 600. Ну, вы представляете, да, пришли в салон, и что перевесит? У многих, на самом деле, да, смутит цена. А самая популярная и самая хорошо продаваемая в Америке гибридная машина – это, друзья, Toyota Prius. Более того, на нее нужно встать в очередь, если вы хотите ее купить. Я вот сейчас открыла сайтик, посмотрите, она стоит новенькая, да, 24 тысячи 325 долларов. Но американцы выкрутились. Что они делают для того, чтобы мотивировать людей пересесть на электромашины? В первую очередь они предоставляют налоговый вычет. Говорят, что до 7 с половиной тысяч долларов с машины. То есть ты, например, купил электрокар, а в конце года подаешь налоговую декларацию, указываешь, что ты ее купил, и тебе дают вычет. Вот даже сам Nissan на своем сайте пишет, что если вы купили Nissan Leaf за 31 600, то как бы она не совсем 31 600 будет стоить. Она будет стоить 24 100, учитывая, что вы потом получите вычет. Теперь вопрос зарядки. Насколько выгодно будет заправлять машину электричеством, сколько это будет стоить по сравнению, например, с бензином? Давайте посмотрим стоимость. Вот на этой станции, смотрите, первые два часа заправки – полтора доллара в час, дальше два с половиной доллара в час. А еще вот смотрите, видите, болт заправился. А теперь только послушайте, насколько бесшумно он уезжает. Никакого рыка мотора, просто шелест колес. Ну все, смотрите, сколько она заплатила. Она заправлялась 8 часов 33 минуты, то есть она, конечно, поднарушила немножко, потому что тут 4 часа лимит был. И она за 8 часов отдала 19 долларов 39 центов. То есть 19 долларов стоила полная заправка вот этого Chevrolet Bolt. А теперь мы высчитаем, сколько мы сегодня, да, с вами буквально в начале ролика заправляли чуть-чуть всего лишь бензина в мою Honda, отдали с вами 15 баксов. А если я бы заправила целый банк, то отдала бы около 40 долларов. То есть, в принципе, вот на эту сумму можно два раза заправить вот такой вот Chevrolet Bolt. А по поводу зарядок, друзья, если вы живете в отдельном доме, то вот смотрите, видите, стоит Tesla. У нее просто зарядка выброшена из самого дома. Машина может заряжаться весь день, всю ночь, ну, в общем, как удобно. Видите, у владельцев один Porsche, а вторая Tesla. То есть прошлое, так сказать, бензиновое поколение машин и новое. А у Tesla, видите, еще временные номера, вот без красной надписи «Калифорния». А постоянные номера уже придут по почте, потому что, видимо, они только купили эту машину. А по почте придут вот в таком вот большом конверте, будут лежать железные номера. Да, в Америке номера тоже приходят по почте. Кстати, у меня на канале было видео с автовыставки в Лос-Анджелесе, где я делала обзор всех самых классных электрических автомобилей. Поэтому, когда смотрите это видео, перейдите по ссылочке в описании, посмотрите его. Реально будет интересно. В том числе, увидите, что сделал Porsche. Ну, а пока записывала вам про электрозарядки, рядом со мной как бы невзначай так стало Тесла намекает присмотреться к ней. Ну, ребятки, напишите, пожалуйста, свое мнение по поводу электробензиновых машин, а также какая ситуация у вас по бензину. Дешевеет он или нет? Все комменты, как обычно, читаю и на все успеваю ответить, но все-все-все читаю. Прямо сейчас я расскажу вам, кто выиграл номер Route 66 вот здесь. Вот вы узнаете победителя, поздравляю вас. А в комментариях к этому видео хочу разыграть вот такой вот фанатский классный магнит. И вот эту вот открытку с надписью Голливуд, почта у нас работает, поэтому все добросовестно отправлю. Не забудьте поставить лайкосик этому видео, подпишитесь на канал и заглядывайте в мой инстаграм. Там каждый день очень интересные сторис. Ну, и что, увидимся с вами в новых видео. Bye, guys! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok